Рассмотрим процесс разрядки первоначально заряженного конденсатора, на котором находился заряд Q0. Подключим к этому конденсатору резистор сопротивления R. После замыкания ключа падение напряжения на сопротивление, через которое будет протекать ток разрядки I, будет равно I на R. И оно должно быть равно уже не Q0, а просто Q, который будет изменяться, деленное на C. Здесь мы использовали связь между зарядом конденсатора и напряжением, из которого определяется емкость конденсатора как креции пропорциональности между величиной заряда и напряжением. Это у нас C. А первое уравнение у нас имело такое смысл. Это у нас было UR равно OC. Но поскольку у нас положительные заряды, переносимые током, будут теперь приходить на отрицательную заряженную пластину, связь между зарядом конденсатора и током будет иметь такой вид. Ток будет равен минус производной деку ПДТ. То есть деку у нас будет отрицательную. Деку меньше нуля. Это значит, что у нас заряд убывает. И тогда уравнение, которое мы записали, которое можно назвать правилом Киргуфа, превратится в такое. Деку ПДТ равно Q разделить на С. И появится знак минус, который мы сюда вот прикрепим. Разделяя переменные. Деку деленное на Q в левой части, а в правой части ДТ деленное на С. Р, которая была здесь, я его забыл написать конечно, она у нас будет от тока перейдет и вот сюда. Здесь будет стоять на медленно РС. Интегрируя левую и правую части, ну и соответственно Q будет управлен какой-то в константе, а вот здесь уже появляются экспоненты. Минус Т разделить на РС. Ну и учитывая начальное условие, из которого следует, что первоначально на конденсаторе был варя Q мы получим Q при t равном нулю равен константе штрих умножить на экспоненту. При подстановке t равной нулю, мы получим здесь единица 0 и в степени 0, который тратистно равен единице. И эта величина изначальных условий должна быть равна Q0. Значит наша константа штрих, это как раз и есть Q0. Получаем такую зависимость. Q заряда на конденсаторе при его разрезке. Q0 это начальный заряд. А дальше идет функция, которая называется экспонента. И говорят, что у нас заряд будет экспоненциально убывать с течением времени. Характеристическое время rc, которое стоит здесь, показатель степени экспонента, всегда у нас безразмерная величина. Поэтому rc это какое-то время. Принято обозначать его буквой tau. Называют его постоянной времени цепи. Постоянная цепи. В процессах, где происходит сброс каких-то напряжений в системе, это называется релаксацией. Время релаксации. Время релаксации. За это время заряд у нас Q в момент времени tau будет равен Q0 умножить на E в степени минус 1. Или будет равен Q0 деленному на E. Говорят, что уменьшается в E раз. Если первоначально у нас заряд на графике имел величину Q0 то через время T равное tau он уменьшится в E раз. А E это примерно 272 чуть меньше трех. То есть практически в три раза у нас уменьшится напряжение заряд по сравнению с первоначальным зарядом. Еще через время tau еще по отношению к предыдущему значению уменьшится в E раз. Оказывается, что тот момент, когда у нас время будет равно 10 tau за 10 tau у нас заряд Q0 будет относиться как 10 минус второй деленное на 100 на 10 во второй. То есть будет порядок 10 минус четвертый. 10 минус четвертый это 0,01%.